Девушки отдыхают 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 В КХЛ сейчас перерыв. Впереди второй этап Евротура Куба Каррела. А пока можно понаблюдать за молодежной командой Толпар и женской Агидель. Начнем с подопечных Венеры Сафина, которые продолжают держать марку одного из лидеров молодежного хоккея страны. На 1 ноября они занимают пятую строчку Восточной конференции, имея в активе 44 очка. Впереди Казанский Барс, у которого 55 очков. Неплохо идут дела и у команды Агидель. В чемпионате страны среди женских команд у Фимки пока имеют 33 очка и сохраняют отличные шансы на медали разных достоинств. Агидель мы еще вспомним, а пока рубрика «Игрок вне льда». Александр Мерезкин появился в составе Салавата Юлаева в июле этого года в результате обмена. Мерезкин отбыл из Новокузнецкого металлурга, а Сергей Емелин и Артем Горей из Уфы последовали в обратном направлении. Не всем болельщикам понравился такой неожиданный чейндж. Однако, как показало время, новый центральный нападающий пришелся явно по двору. Общеизвестно, что игроки этого амплуа в большом дефиците, а Салават Юлаев как раз нуждался в центре форварде – мощным, габаритным и забивающим. Сейчас на счету Мерезкина 5 шайб и 3 передачи в 14 матчах сезона. Главное отдушина Александра, конечно, его семья. С женой Галиной познакомился 5 лет назад на отдыхе в Турции. С тех пор не расстаются. Год назад у них появился сын – Артем. Так получилось, что отдыхали в разных компаниях. Мы познакомились там. Световое познакомство продолжилось в Москве уже. Она так закрутилась, завертелась и все. А вы помните этот момент? Конечно, помню. Кто первый подошел? Саша. Он смелый. Как и все игроки не из Уфы, Мерезкин с семьей поселился рядом с Уфа-ареной. Главное место для прогулок – парк имени Якутова. Главное развлечение – просмотр фильмов в ближайшем кинотеатре. Главная работа, она же единственная – хоккей, который не дает скучать, а иногда заставляет терпеть разлуку. Тяжело, конечно, но привыкаешь к этому, понимаешь все. Серьезность его работы. Заводить, иди в хоккей. Где-то отдыхает от меня побольше. Подержи. Меньше ссор за это. Да, но сам держу, спиваешь быстрее соскучиться. Все как каждый раз, как первый раз, каждая встреча. Вообще здесь мне все очень нравится. Прежде всего коллектив, конечно. Первое, куда я попал – это в команду. Коллектив. И был очень приятно, удивлен отношением ребят. Прием. То есть все хорошо отнеслись к моему приходу. Очень приятно мне работать с этими ребятами. Меня все устраивает. Уфа – очень красивый город. Ну а команда «Салт Елайф» – это вообще мечта каждого игрока – играть в ней. Очень партнеры такие хорошие. Сейчас Заборских нам добавилось в тройку. С Денисом Холстом вообще прекрасно. Очень сильный игрок. И все ребята, которые у нас были по ходу сезона в тройке, со всеми играют хорошо. Но у всех как бы нет игроков, с которыми можно не найти общий язык. Все ребята очень хорошие и мастеровитые. Нет, наше место, я считаю, только первое. Мы как бы стримимся к решению. Мы работаем над этим. Естественно, болельщику тут хочется, чтобы мы выиграли. И только при победах будет первое место. Нам это очень надо. Мы очень хотим этого. Конечно, реально. Но «Динамо» – это самый лучший пример. Последние два сезона. Команда без звезд, но с игроками, которые выполняют тренерскую установку грамотную. Это лучший пример. Конечно, все реально, все возможно. Будем работать. Дойдем туда, куда надо. То, что они переживают за командой очень сильных. Очень нравится то, что на каждом выезде есть группа поддержки наша, следуя за нами. Это очень приятно играть на выезде и видеть своих болельщиков на трибуне. Глядя на этого человека на коньках, зычным голосом трудно поверить, что ему уже 65. Фагим Курюков – самый опытный и возрастной наставник в спортивной школе Салават Юлаева. А ведь когда-то он зажигал на льду страстно и забивал голы именитым командам СССР, играя против Мальцева, Михайлова, Петрова, Харламова и других хоккейных легенд. Мы тренировались, летом бросали. Он без ничего, без обмундирования. Шайба летала, все. Такие были фанаты. Потом сами шли. Здесь вот за забором, за этим стадионом Дом культуры, а там спортзал, зал штанги. Сами ходили, сами. Все, без тренеров, без никого. Сами занимались. Мы умывались, потом домой шли. Фагим Сайранович, разбирая старые фотографии из личного архива, вспоминает свое прошлое с удовольствием. Всю жизнь он в хоккее, в хоккее и сейчас. Ну вот один из матчей каких-то, я уже не помню. Какой он у нас, в 2002 год. Заворухин на снимке, врач Вильгабасов. Вот он нас все-таки лечил. Это я уже рассказывал. Сборы, Мурдушкин, Казаков молодой, Михалев, Андросенко. Вот я здесь, без баскетбола играю. Такие игры были, значит, на выживание. Сегодня Фагим Корюков тренирует ребят 2006 года рождения. Это его уже пятый по счету набор. Ты смотри вперед, смотри вперед, туда вот, Хатик, смотри вперед. Не под ноги смотри. Аля, держи. Смотри вперед. Первый набор юных игроков он принял в 1980-м. Из этой группы вышли такие известные хоккеисты, как Алик Гореев, Наиль Шаехметов и Дмитрий Денисов. Из последующих наборов Корюкова большой хоккей получил Вадима Шерифьянова, Александра Силуэнова, Евгения Нурисламова. В нынешнем составе команды мастеров Салават Юлаева тоже выступают трое его воспитанников. Защитники Ефим Гуркин и Эльдар Исенгулов, нападающий Егор Дубровский. В большие тренеры Фагим Сайранович никогда не рвался, о чем нисколько не жалеет. Говорит, значит судьба – работать детским тренером. Надо иметь большое терпение и не повышать на детей такого голоса, не ругать их. Почему я так говорю? Потому что, в общем-то, они пришли учиться. Они ведь не знают, как это делать. А многие тренеры ошибаются и начинают на них так психологически давить, кричать, ругать их. Ну, это можно там поругать мастеров, которые все знают. Им только сказать, как вот так играть и все. А дети ведь ничего не знают. Они ждут от тренера, что он будет показывать. Таков рецепт успеха детского тренера от Фагима Корюкова. Самый опытный специалист Юлаевской спортшколы продолжает готовить кадры для уфимского хоккея. Фагим Сайранович говорит себе каждый день – любимая работа ждет. Там дети, там хоккей. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя счастливым? Женская команда «Агидель» побывала в гостях у юных кадетов. Хоккеистки и их тренеры приезжают сюда третий год подряд. Как и всегда, ребята и воспитанницы кадетского корпуса встречали «Агидель» торжественно и по-военному. Строевой шаг с песнями по плацу. Отборные кадеты из числа старших воспитанников показали технику выполнения приемов с карабином. Вскоре все переместились в новую столовую. Там кадеты исполнили множество творческих номеров и, конечно, спели песню про хоккей. Игроки «Агидели» остались довольны встречей и вместе с тренерским штабом команды подарили ребятам подарки. Хоккейные сувениры, кепки, значки, плакаты и даже свои плюшки. Я хочу сказать им спасибо за поддержку. Безумно все понравилось. Каждый год мы сюда приезжаем, все нравится. Эти представления, эти концерты, они безумно красиво поют все. Нам очень сильно все понравилось. Они нас встречают очень хорошо и всегда с улыбками, с радостью. Они нам показывают концерт. Красиво ходят здесь и поют песни. Нам все очень нравится всегда. Всегда с удовольствием встречаем команду. С удовольствием ездим на матчи, смотрим. И для нас развлечение, и поболеть заодно. Мы очень любим команду. Хоккейную команду мы всегда ждем с удовольствием. Готовимся, показываем всякие выступления. Очень ждали, очень рады, что вы приехали. Мы еще понимаем, что наша поддержка очень важна. Мы позаряжаемся. После каждой игры мы лучше учимся, лучше прыгаем, лучше летаем. Поэтому это очень взаимовыгодное сотрудничество. На этом все. Это была программа «Юлаевский стиль». Следующий выпуск смотрите ровно через месяц. Любите хоккей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова